Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня новый обзор новостей и важных событий в Молдове для сайта ава.мд. Первая новость, о которой я хочу поговорить. Вот буквально недавно, пару часов назад, господин Иоанн Кику, премьер-министр страны, вышел на пресс-конференцию, где заявил о том, что, среди прочих вещей, о которых он прокомментировал, о том, что в страну сейчас въезжает огромное количество наших сограждан, прибывавших до этого за границей на заработках. То есть, он так и сказал, это буквально массированный въезд в страну. До этого, пару днями ранее, господин президент Дадон заявил о том, что за последний короткий промежуток времени в страну въехало порядка 35 тысяч граждан. И вот сейчас эксперты говорят о том, что может быть в ближайшее время въехать более 100 тысяч наших сограждан, возвращающихся из-за границы. Это объяснимо, потому что мы все знаем, что за границей сейчас такой же кризис, как у нас, работы нету. И, конечно, наши сограждане пытаются пересидеть тяжелые времена дома. По крайней мере, здесь не надо платить дорогую аренду за квартиры. И, в общем-то, не надо находиться как там, на птичьих правах, без медицинской страховки, без, в общем-то, каких-то возможностей. Хотя, еще вопрос насчет того, насколько у них есть такие возможности здесь дома. И, да, понятно, у нас перекрыли аэропорт, может, кто-то задастся вопросом, как это возможно. Люди прибывают на самолетах в Румынию, потом на маршрутках, на такси доезжают до границы, переходят ее пешком. Кто-то пытается прорваться в Румынию, отсиживает карантин, потом на въезде в страну две недели. Сейчас эти две недели заканчиваются, они тоже начинают уже продвигаться дальше в Молдову. Ну, с Россией едут через Украину, там тоже есть проблемы с пересечением границ, но тоже, как мы видим, каким-то образом люди проникают. И об этом, кстати, сегодня сказал господин Кику, что люди с России тоже возвращаются. Здесь в этом вопросе самый важный момент – это понять, какие могут быть последствия для политической жизни страны, вот такое массовое возвращение наших сограждан. Они пытаются дать оценку этому явлению, потому что, может быть, они пока не до конца понимают, что эти люди приехали не на месяц, как обычно, во время пасхальных праздников. По самым оптимистическим прогнозам, ситуация начнет, экономическая ситуация за границей, в Европе в частности, начнет улучшаться где-то после июня. И это не значит, что она вернется на такую стадию, как было до кризиса. То есть она просто начнет улучшаться. Но чтобы вернуться хотя бы на докризисный уровень, понадобится много времени, и, очевидно, в этом году это не произойдет точно, и рабочих мест не появится. То есть как минимум нашим согражданам придется сидеть здесь в стране минимум до следующего сезона, до следующего года. И вот этот момент надо понять. То есть активные, молодые, энергичные, пассионарные люди, которые привыкли работать, зарабатывать, привыкли вести другой образ жизни, они попадают сейчас в ситуацию, как будто они в тюрьме, они заблокированы здесь в стране, у них нет никаких возможностей заработать, у них нет денег. То, что они привезли с собой какие-то, я не думаю, что фантастические суммы, закончатся в лучшем случае за пару месяцев, потом их ждет очень тяжелый период. И вот эта вот вся масса, она непременно будет влиять на политическую жизнь. То есть это они первостепенные, вероятные участники в каких-то протестах, которые наверняка могут быть организованы. Я уверен, 99% что будут организованы сразу после окончания чрезвычайного положения, потому что я знаю, что некоторые партии хотели их организовать еще в марте, но это все было отложено. Они непременно будут активными участниками на выборах президента осенью, если, конечно, эти выборы не отменят под каким-то предлогом. То есть вот этот фактор надо понимать. И почему это важно? Потому что если мы будем недооценивать этот момент, то это может привести к тому, что переформатирование политического поля может произойти не по каким-то классическим канонам, оно будет просто сломлено и могут выскочить на первый план люди, которых мы не ожидаем, политики, которых мы не ожидаем, партии, которых мы не ожидаем. И потом, может быть, сейчас сложно оценить, какие могут быть последствия, это будет хорошо или плохо. Пока я говорю, что это может быть плохо, потому что это непонятно и неконтролируемо. Я не говорю, что плохо сама перемена. Перемена как раз очень даже и хорошо была бы. Но в каком русле она пойдет, вот это большой вопрос. Вторая новость, которую я хотел прокомментировать, это как раз в развитии первой новости, потому что социологический опрос, который был опубликован на днях, проведен агентством ИМОС и активно тиражировался провластными СМИ, говорит о том, что, я вам процитирую, согласно опросу, опубликованной на этой неделе, по мнению 39% участников опроса, если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, они окажутся за чертой бедности. 39%, то есть порядка 40% населения, около половины. И еще 42% денег будет хватать только на самое необходимое. То есть более 80% населения страны резко обнищают. Притом, это опрос, поскольку он тиражируется провластными СМИ, я думаю, что здесь цифры еще смягчены, то есть реальность может быть гораздо хуже. Опять-таки, здесь самый важный момент. Вот мы сейчас, я имею в виду государство, власть, боремся с пандемией. То есть это задача номер один, без сомнения, спасти жизни. Дальше. Мы рассчитываем то, что будет происходить в последующем месяце с нашей экономикой. То есть если это затянется на долгие месяцы вперед. Наше общество готово к тому, что более 80% людей окажутся в категорически тяжелой экономической ситуации. То есть это может быть даже будет тяжелее, чем 90-е годы. Потому что тогда были низкие зарплаты, было тяжело найти работу, но тем не менее это было. Сейчас, вот в ближайшие месяцы, может так быть, что не будет ни работ, ни зарплат, ничего. И шикарной помощи от правительства в виде 2000 леев, я не думаю, что это спасет ситуацию. Тем более, что и через несколько месяцев большой вопрос, где их брать. Таможня не приносит налоги в том объеме, как раньше. Поступления в бюджет тоже сократились, потому что не работают фирмы. То есть эти же 2000 леев, другие пенсии, они тоже могут оказаться под вопросом. Вот и здесь проблема, почему у нас не видно каких-то серьезных попыток сейчас проанализировать ситуацию и выйти с какими-то рецептами очень такими серьезными, фундаментальными, системными, как решить ситуацию. Некоторые эксперты пытаются что-то делать, частные, как гражданского общества. Некоторые политики тоже пытаются. Но на самом деле это выглядит как попытки решить какие-то частички от проблемы. То есть вот человек лежит, умирает от смертельного заболевания. Кто-то приходит и говорит, давайте ему прическу сделаем, давайте ему ногти покрасим, давайте галстук завяжем покрасивее. То есть все меры, которые в общем-то не решают глобально эту ситуацию. И на самом деле я не практикующий экономист, я не берусь оспаривать мнение уважаемых людей, которые выходят со своими предложениями. Я лишь хочу сказать, что ничего это не поможет, кроме как, если мы каким-то невероятным образом наведем в стране порядок, или это сделает власть, остановит коррупцию, остановит схемы, остановит распил. Потому что это давно говорилось, что десятки миллионов долларов ежемесячно уходят в коррупционные схемы, в распилы и так далее. Вот только оттуда мы можем черпать резерв, который может реально помочь нашей стране. Потому что никакие внешние донации, займы, помощи, гранты не помогут, потому что они опять-таки пройдут через фильтр, через сито этой коррупции, этого распила. И опять-таки до народу ничего не дойдет. Поэтому я считаю, что вот это единственный рецепт, который либо власть должна взять на себя смелость и остановить воровство и коррупцию, в том числе в своих рядах, либо каким-то другим образом мы все это должны будем сделать, потому что иного выхода просто не будет. У меня все. Всего вам доброго и до свидания.